Доброе субботнее утро, друзья! Я надеюсь, что благодаря новому рецепту у вас он начнется так же прекрасно, как и у нас. Маша, тебя ждет героиня, которая пришла с наивкуснейшим блюдом, но сложным. И я вот даже сомневаюсь, справитесь вы или нет. Дима, ладно, рецепт, рецепт. Но кто же наши гости? Это участница галереи красоты, которая прошла трехмесячный курс преображения. Помолодела, похорошела. И зовут ее Юлия. Быстрее иди к нам. Юль, привет! Привет, ребята! Привет, привет! Я сегодня к вам пришла с десертом фанакота. Фанакота, да? Да, итальянский десерт, я знал. Я ела, но не готовила. Я даже не готовила и не ела. Поэтому будем сегодня с тобой первый раз готовить. Дебют. Я понял, да, я уже понял, да, где мое место, да. Я пошел. Что за рецепт, покажи мне. Ну, давай посмотрим. Так, молоко топленое 400 миллилитров есть, желатин 10 грамм листовой есть, формула-1 пинаколада есть, формула-1 клубника есть, ваниль стручковая, вода и обычное молоко. Так, что же мы будем делать? Молоко поставить на огонь, добавить... Ох, женщина, выбрала же ты. Ну, всегда надо что-то пробовать. Много ей посложнее, да? Прям знала, к кому идти. Я вам взял листовой желатин, а не рассыпчатый желатин. С ним более просто работать, так что не бойтесь. Ничего, все будет очень просто, на самом деле. Замачиваем сначала желатин. Молодцы. Если ты в этом разбираешься, то замачивать желатин будешь ты, а я поставлю молоко на огонь. Мы договорились, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Панакота у нас застывает в холодильнике. А пока расскажи мне, как тебе удавалось совмещать съемки, семью, работу? Насколько сложно это было? Ну, Маша, на самом деле ничего сложного, было бы желание. Если были маленькие сложности, то это, конечно, с семьей. Это в самом начале было. Потом моя семья начала меня поддерживать, они начали сами самостоятельно собираться, готовиться к себе. Ну, а с работой у меня получалось так, что у меня были свободные дни, и я могла их использовать на время съемок. А не жалела о том, что приходилось использовать свободные дни и проводить их на съемочной площадке, а не с семьей? Нет, Маша, не жалела. Для меня это был такой опыт, такое открытие для себя, что-то новое, поэтому я даже с удовольствием. Бежала на съемки, ждала этих дней. Это было классно. Если вернуться к самому началу, ты прошла достаточно большой путь. Ты бы прошла его еще раз? Да, не задумываясь. И муж спокойно отпустил бы. Конечно. Не доставай. Маша, ну у нас все готово. Осталось только украсить. Я думаю, что украшать мы доверим Зиме. Давай. Когда... Когда уже сбудется моя мечта, что я просто буду пробовать это все? Никогда, Дима. Ты должен хоть что-нибудь делать на этом. Никогда. Я понял. Все. Идите. Пойдем, присядем. Юля, ну пока Дима украшает нашу панокопу, расскажи, что тебе дал проект. Ой, Маша, ну тут в двух словах так и не расскажешь, а проекта очень много. Во-первых, это новые эмоции, новые друзья, новые ощущения. Для этого нужно, наверное, время, час-два, чтобы все рассказать. Это очень-очень много позитивного настроения. Поменялись взгляды мои на саму себя. Я начала любить себя. Это, наверное, больше. Ну, это самое главное. Окей. Я поменяла себя. А что изменилось в твоей жизни после проекта? Пересмотрела свой гардероб. Я, да. У меня это радует. Ты понимаешь? Я поубрасывала все вещи. Я теперь хожу за покупками одна, без мужа. Я уделяю время, конечно, себе побольше. Я перестала контролировать всех, быть для всех удобной. Вот это, наверное, самое главное. Я стала консультантом в Гербалайке Nutrition. У меня есть своя команда, у меня уже есть свои независимые партнеры. Ну, вот как это так? Это очень здорово. Да, спасибо. Как ты теперь себя чувствуешь, когда ты стала консультантом? А ты знаешь, я поняла, что вот это, наверное, может быть то, что я хотела. Вот и помогать людям, да, и давать там свои какие-то советы, и в то же время им не мешать, а наоборот помогать им меняться. Я, наверное, себя нашла. Это самое главное. Да, да. Дамы, хочу предложить вам панакотту со вкусом клубники или пинаколады с топпингом из свежей клубники с мятой. Что желаете? А можно всего и сразу? Тогда примите. Благодарю вас. Держи, мы с тобой поделимся. Очень вкусно. У меня клубничная. У меня пинаколада. Слушайте, это класс. Такое прохладненькое. То, что нужно. Очень нежное. И ванильное. А нежное, потому что мы правильно взяли количество желатина. Оно не должно быть как холодец. Оно должно быть нежное. И мне очень нравится, что мы украсили, ты украсил сверху клубникой с мятой. Да, да, я прошу все время подмечать вот это. То, что я сделал. И вот видите, на дне показатель правильной панакотты это черные точечки от ванили. Да, это как это красиво. Все осталось даже. Вот это и есть ваниль. Вот это правильный показатель панакотты. Если вы будете где-то в ресторане, вам принесут панакотту. Если не будет этих черных точек, то вас поманули. Сахар кожи, да. К вам положили простую ваниль. Обалденно вкусно. Ребята, пока мы едим, помните, что рецепт в описании. Всем пока. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok